Валерий Павлович, очень простой получился матч. Ваши впечатления с ночной встречи? Ну, я думаю, что определяющим было и пенальти, наверное, потому что со всех точек было видно, что наш игрок выбивает мяч на угловой мяч. Здесь дается пенальти. Я думаю, что мы все равно могли по игре спасти эту игру. Вот эта ошибка, просто подарили этот мяч, он, конечно, сломал их. А так, я думаю, что мы бы спасли игру. Мы прижали, надо было просто соперника до давения. Моментов почти что у соперника не было, то есть мы разобрали эту игру, конкретно перекрыли зоны те, которые проникающие. Я думаю, что когда команда на десятом месте, а другая на последнем, здесь просто надо ничего не мешать, пускай поиграет в удовольствие. Вопрос, пожалуйста. Если к последующему сезону уже есть какая-то определенность для вашей команды? Ну, у нас сейчас сложная ситуация, потому что мы же все думали, что от первой команды, как это будет выглядеть. Если она останется, то мы одной заявкой, но сейчас же заявка разная, что мы будем одной заявкой на следующий год играть. Ну, а сейчас еще пока никто ничего не знает. – Приближение чемпионата мира как-то сказывается на вашей команде? – Да, ну, нет. Я думаю, что это общее настроение, когда чемпионат на большей степени это сказывается на болельщиков по команде по первой, чтобы остаться в ФНЛ, потом готовиться к следующему сезону уже спокойно. Там уже, в принципе, были такие надежды, что ставить задачу по Мервигаме. А наша задача – растить именно молодых местных игроков для того, чтобы для первой команды, то есть для Волгограда. Потому что чем сильна была в Волгограде команда, то что много игроков было местных. – В зимний период довольно-таки большое изменение произошло в команде, да? Как-то игра изменилась после этого? – Ну, команда. Игра-то, я думаю, изменилась в лучшую сторону. Но, с другой стороны, те заявки, которые были, они уже были использованы. И мы также набирали молодых игроков. Потому что других уже было определенное количество заявок мест. И мы взяли в основном все молодежь нашу, местную. – Спасибо. – Спасибо. – Удачи. – Спасибо. – Хорошо. – Ксик Борисович с победой. Очень непросто нам удалось. Пожалуйста, Ваш комментарий Скач. Во-первых, я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в такую погоду. Это наши настоящие болельщики. Играли мы для них. Я сегодня ребятам перед выходом на поле сказал, что сегодня придут наши самые преданные. Мы давно их не радовали победой. Нам сегодня нужна победа любой ценой. Мы понимали, что игра будет сложная. Ротор 2 за зимний период преобразился с приходом нового главного тренера. Более стал играть организованно. Достаточно опытных футболистов. Мы понимали, что придется взламывать насыщенную оборону. Где-то получалось, где-то нет. Не совсем на тех скоростях работали. Но те комбинации, которые наигрывали, 2-3 раза проходили. И в одной из комбинаций мы заработали пенальти. Второй тайм. Понятно, что противник хотел отыграться. Но и мы хотели забить второй мяч. Опять же, игра была такая качельная. Туда-сюда равная. Но Барышников здорово исполнил ошибку. Мы знали, что стоит молодой парень. Надо все время прессинговать, накрывать вратарь. Видели, что он немножко некомфортно себя еще пока чувствует в воротах. Ну, пошла передача, он перехватил и здорово исполнил. В целом, скажем так, боевая победа. Я благодарен ребятам, что в сложных погодных условиях. И показали характер. Проявили. Добились важной победы. Пожалуйста, вопросы. Ваш коллег сказал, что пенальти не было в игре. Как вы получили этот эпизод? Я не могу оценивать судью. Чтобы оценивать судью, там есть другие люди. По эпизоду, что могу сказать. Наш игрок находился ближе к воротам. Шел под кат сзади. Просто надо разобраться. Если первое было касание игрока, а потом мяча, то пенальти был. То есть, как бы, ну, это, опять же, не моя прерогатива. Это прерогатива инспектора и тех людей, которые занимаются. Как-то повлияло дисконтакция, девчонка на сегодняшний год? Ну, я думаю, что однозначно повлияло. В каком плане, что мы стараемся играть агрессивно в линии атаки. Заставляем нападающих, чтобы они пессинговали, накрывали защитников. Саша достаточно большой объем работы выполняет в этом плане. Ну, вот если вы потом последние игры смотрите, там Строгино, Арарат. То есть, он как бы прессингует, всегда активно действует по всей линии атаки. Это немножко не хватает Бугаенко в этом плане. Немножко такой более нападающий где-то в штрафной. А Саня, он такой более мобильный. Нам действительно его сегодня не хватало, потому что мы хотели играть активно с первых минут. В принципе, ну, опять же, любой игрок основного состава, когда выпадает, это для нас потеря. Барыш, он все в порядке, кто-то отказался, когда вы его заменили? Да, он может, чтобы похлопали, ему заменили. Он у нас такой парень в этом плане. Чтобы поаплодировали. Он дело сделал, Мавр сделал дело, должен уходить. Сейчас такой, получается, плотный график. А уже через 3-4 игра на выезде. Ну, плотный. Ну, хорошо, что плотный. Осталось нам 2 игры. Третий нам уже зачтется. Потом у нас осталось 2 матча боевых. Опять же, скажем так, с нашими прямыми конкурентами. Не то, что конкурентами, я неправильно выразился, а с командами, которые находятся позади нас. Вот. Это всегда игры за 6 очков. Это всегда боевые игры, как и сегодняшняя, да. Иногда даже проще играть против команды, которая, там, скажем, Араратом или Металур, которая хочет сама владеть инициативой, навязывать, нежели вскрывать насыщенную оборону и противодействовать быстрым ответным атакам. То есть, как бы, ну, 2 игры осталось. Могу сказать, что мы максимум усилий приложим в этих матчах, чтобы добиться положительного результата. Спасибо. Еще раз скажу. Спасибо.